Многие клиенты, купившие товары через Amazon или United Parcel Service, напрасно ждут, когда к ним приедет посылка. Доставка на дальние расстояния зачастую осуществляется по железной дороге, чем пользуются воры. Следы их деятельности хорошо видны на путях, пересекающих восток Лос-Анджелеса. Рельсы покрыты слоем разорванных коробок и пакетов, а также их содержимым, которое не пригодилось мародерам. Адам Родригес, субподрядчик железнодорожной компании Union Pacific, говорит, что за 8 лет работы не видел ничего подобного. Они запрыгивают на составы, вскрыть пластиковые печати на запорах вагонов и контейнеров не составляет труда. Им все равно, стоит поезд или движется. Забираются внутрь, скрывают замки и хватают все, что попадется на глаза. В письме на имя окружного прокурора Лос-Анджелеса Union Pacific отмечает, что за год число ограблений увеличилось на 160%, сообщает сайт CNN. Компания располагает собственной полицией, которая то и дело проводит аресты злоумышленников совместно с коллегами из городского управления. Но такие деяния не считаются тяжкими, и подозреваемые в большинстве случаев выходят на свободу через 24 часа. Мало кому из них предъявляются обвинения по серьезным статьям. Волна грабежей на железной дороге объясняется ростом бедности в период пандемии COVID-19 и относительной безнаказанностью правонарушителей. Как пишет сайт вещательной компании Fox News, политические противники резко критикуют губернатора Калифорнии, демократа Гевина Ньюсома и его администрацию за то, что они закрывают глаза на проблему. Калифорния, по словам оппонентов Ньюсома, стала напоминать страну третьего мира.